Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я рад приветствовать вас в очередном видео. Хочу сообщить вам, что у меня появился помощник, его зовут Дима, он является модератором на форуме в ветке по вопросам Joomla, помогает отвечать на вопросы, а также будет записывать новые видео уроки в проект Joomla Sensei по бесплатным расширениям. Итак, встречаем его! Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Димон, и я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 91. В этом уроке мы рассмотрим бесплатный компонент опросник SPPulse. Скачать его можно будет на сайте joomla-shaper.com, предварительно зарегистрировавшись на нем, либо же у нас на сайте, ссылочка будет под описанием. Этот простой компонент основанный на AJAX технологии. После скачивания компонента переходим в админ панель Joomla, заходим в расширение, менеджер расширений и устанавливаем данный компонент. Установка модуля успешно завершена. Теперь в компонентах появляется строка SPPulse, переходим сюда. Для создания опросника нажимаем на зеленую кнопку создать. Я уже предварительно создал тестовый опросник, переходим в него. В тайтле вписываем вопрос, который вас интересует. Алиас можно продублировать тайтл только латиницей. В Pulse вписываем варианты ответов, их может быть бесконечно много. Допустим к этим двум еще я хочу добавить, нажимаем Apply. И допустим еще черный с бергамотом, нажимаем тоже Apply. Также для компонента можно выбрать уровень доступа для определенной группы лиц. Мы оставим паблик по умолчанию. Сохраняем и закрываем. Переходим в расширение менеджер модулей. Выбираем создать. Появляется такой модуль SPPol. Выбираем его. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Напишем заголовок SPPol. Здесь мы выбираем какой опросник выбрать. Latest это последний опросник или Single вы будете выбирать из списка. Нам по сути дела без разницы. Latest это время в часах между опросами. Пусть будет 12. Вскрываем заголовок. Выбираем позицию. Топ центр. Опубликовано. Привязка к пунктам меню на всех страницах. Сохранить и закрыть. Обновляем главную страницу. И появляется такой опросник. Также данный модуль можно выставить в любом материале. Переходим в менеджер материалов. Выбираем материал. И здесь на иконке модуль выбираем данный компонент. SPPol. Сохранить и закрыть. Обновляем опять страницу. И появляется опросник. Такой простой и легкий компонент мы сегодня рассмотрели. На этом урок закончен. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok